Если взглянуть на Кашин с высоты птичьего полета, можно увидеть, что река Кашинка, протекающая в черте города, образует петлю, по форме напоминающая сердце. На узком перешейке ее находится высокая гора. На этом сердцевидном полуострове среди лесов и возник город с типичным для древнерусских городов, хорошо укрепленным Кремлем на горе, вокруг которого разрастался посад. Кашин – духовный центр Тверской земли и купеческий город. Торговые ряды – визитная карточка любого провинциального города. Центр Кашинского сердца – органично украшенный ансамблем торговых рядов, выполненным в так называемом кирпичном стиле. Кашинские торговые ряды до сих пор выполняют свою главную функцию, служат складами и магазинами для многочисленных покупателей, а ведь им более ста лет. Главной святыней города и архитектурной доминантой является Воскресенский кафедральный собор, который виден практически отовсюду. На сегодняшний день это крупнейший собор в Тверской и Кашинской метрополе. Современный храм строился на протяжении с конца XVIII до второй половины XIX веков. Но храм Воскресения на этом месте известен с 1382 года. Благодаря работе Прокудина-Горского мы можем посмотреть, как выглядел храм в 1910 году, более ста лет назад. Небесной покровительницей города является святая благоверная великая княгиня Анна Кашинская. Она была женой святого благоверного князя Михаила Тверского, жестоко казненного в Золотой Орде по навету племянника, московского князя Юрия. О великом князе Михаиле Тверском мы упоминали, как основатель другого замечательного города Тверской земли – Старица. Ссылка на видео о Старице сейчас показана наверху. Не вытерпеть, чтобы не сказать о моем удовольствии, с которым я смотрел на Кашин. Там я видел не одну церковь, такую, которая едва к земле придерживается, а вся улетает в облака и их рассекает своими блестящими крестиками. Венецианов, русский живописец, мастер жанровых сцен из крестьянской жизни. Дмитровский монастырь располагается на западном изгибе реки Кашинки, напротив древнего посада, вблизи дороги на Бежицк и Белое озеро. Своё название получил от того, что его главный храм в древности был освящен во имя великомученика Дмитрия Солунского. Когда и кем основана обитель, неизвестно, но не позже 15 века. В 1682 году бояре Акимовы построили каменную Троицкую церковь. В 1890-1903 годах был построен краснокирпичный страстной собор с пятью шатрами. Из-за нехватки средств восьмигранные барабаны с кокошниками и шатры пришлось выполнить из дерева. Сейчас завершение утрачено. Вид монастыря в начале 20 века представлен на фотографии Прокудина-Горского.